Когда-то я делал твою работу И делал её хорошо В одном из самых культовых фильмов Ридли Скотта Бегущий по лезвию Самым важным, значимым произведением в жанре киберпанк После нейроманта Гибсона В космических колониях вас ожидает новая жизнь Не упустите шанс начать жизнь сначала В мире приключений Этим фильмом Скотт доказал, что он большой художник До сих пор невозможно понять Как можно было увидеть в философской притче Мечтает ли андроиды об электроовцев Филиппа Дика Такой вот материал Какого вы поколения? Нексус 6 Это тот редкий случай, когда фильм многократно превзошёл оригинальную книгу И стал самостоятельным произведением с большой буквы даже Как это часто бывает В своё время он провалился в прокате И Скотту даже не удалось показать его Филиппу Дику Тот умер за несколько недель до премьеры Но для поколения 80-х и начала 90-х Он стал таким же культовым, как «Звёздные войны», «Чужие», «Метерминатор» Ну и возможно даже больше, чем просто культовым фильмом Похоже, вы не считаете нашу работу благом для общества? Репликанты — это машины Они либо благо, либо угроза Если благо меня это не касается Долгие годы это был универсальный идентификатор Свой-чужой Дай посмотреть другу затёртый ВХС И поймёшь, насколько вы близки Поговори с ним, узнай, что он думает И выяснишь, насколько он умён Я уже проходил тест на интеллект Здесь главная скорость реакции Конечно, как бывает со всеми сложными произведениями «Бегущего» поняли не сразу Мальчишками мы смотрели эту ленту Как трогательную историю о полицейском будущего Который гоняется за безжалостными роботами-репликантами По улицам Лос-Анджелеса будущего Лос-Анджелеса 2019 года Как не смешно это сегодня звучит Эй, проходи! Репликанты бежали из дальних колоний Ради простого Найти возможность жить дольше положенных им четырёх лет И встретиться со своим создателем Доктором Тайреном Я хочу жить дольше Отец На их поимку отправили Декарда Ветерана подразделения Блэйдранеров Специализирующихся на поимке бунтующих машин Привет, Дек Брайант Сам бы ты не пришёл Тот с профессионализмом выслеживал их одного за другим Каждый последующий репликант казался всё человечнее И ожесточённее боролся за жизнь Каждая схватка давалась Декарду всё труднее В финальной блистательной сцене и вовсе стало непонятно Такой ли уж герой персонаж Харрисона Форда Монолог Рудгера Хауэра настолько трогал зрителя, что это переворачивало всю историю и заставляло сочувствовать антагонисту На самом деле это очень редкое чувство для тогдашнего Голливуда Монолог этот, кстати, Рудгер Хауэр написал сам Ридли Скотт позволил ему переписать сцену целиком Я видел такое, что вам, людям, и не снилось Атакующие корабли, пылающие над Орионом Все эти мгновения затеряются во времени Позже была выпущена режиссёрская версия После которой вся история обрюнула новый смысл Все сошлись на том, что Декард и сам репликант Годами бегущего анализировали самые разные люди Каждая сцена обретала разные трактовки Люди стали обращать внимание на то, что штаб-квартира корпорации Тайрама выглядит как пирамиды Майя Стали понятны многочисленные религиозные аллюзии Нашёлся даже скрытый посыл в названии модели роботов Nexus 6 Но стоит ли говорить, что такое происходит лишь с настоящими произведениями? Nexus 6 точная копия человека У них есть эмоции Но через несколько лет могут появиться и свои личные реакции Но будучи мальчишками мы всего этого не видели Как и любое сильное произведение, бегущий многословен И даже без этих вот глубинных смыслов он влюблял в себя Мы видели в этой картине бесконечно очаровательный мир будущего С летающими автомобилями, гигантскими экранами с рекламой, неоновыми вывесками, светящимися зонтиками и бесконечным дождём Не упустите шанс начать жизнь сначала в мире приключений Это мы не хотели жить в таком мире Но эта меланхоличная антиутопия бесконечно пленяла Во многом, конечно, благодаря бесподобной музыке Ван Гелеса Лучшего кинокомпозитора до появления Ханса Циммера Ночь, стуки дождя, саксофон и электроника В этом, думаю, невозможно не раствориться Научно-фантастический нуар Безумное сочетание, впечатлявшее целое поколение режиссёров, сценаристов и даже игровых дизайнеров Боже, ты выглядишь почти так же, как труп того робота Я иду домой Без бегущего, ну, не было бы ни Матрицы, ни особого мнения Ни TheosX, ни Detroit Become Human Ни многих других произведений современного кино и видеоигрового искусства Как, собственно, и видеоигры Blade Runner Это, кстати, выпиющие случаи с 98-го года Когда топовая студия, заработавшая себе миллионы на стратегиях Решила сделать крупнобюджетный квест по фильму тогда уже 15-летней давности Эта идея была обречена повторить финансовую судьбу картины Но это лишь показывает, насколько авторы, ну, и хозяева студии любили культовую картину Скотта Вы не убивали человека по ошибке? Нет С вашей профессией это возможно? Тест на способность сопереживать Расширение капилляров при так называемой реакции стыда Расфокусировка зрачка Непроизвольное расширение роговицы Мы называем это тестом Войта Камфа Blade Runner предсказал многое Эдвард Джеймс Олмас, харизматичный адмирал Адамма из великолепного сериала Battlestar Galactica Сыгравший в бегущем эпизодическую роль неразговорчивого полицейского На примере Final Cut'а, финальной редакции картины современного его переиздания сказал Сейчас ты смотришь, ну и понимаешь, насколько в фильме много скрытых деталей И насколько точно он предсказал многие изменения в образе Лос-Анджелеса Как, например, смешение латинских и азиатских культур По сути, единственное, что не сбылось, летающие машины Если отвлечься от образа будущего, нарисованного Скоттом и художником картины То во многом так и есть Андроиды, неотличимые от людей, со временем появятся Тысячи людей одержимы этой идеей Так что не сомневайтесь, сюжеты о них актуальны сейчас, как никогда А помните ту сцену, где Декард анализирует фотографии, управляя компьютером-голосом? И тот бесконечно может зумить фотографию и достраивать сцену Не это ли нейросети и фотограммерия? Унижай 3, 4, 3, 6 Конечно, со многим Скотт и промахнулся Именно поэтому в выходящем сиквеле уже особый напор делается на то, что это альтернативная вселенная Но это лишь делает Блэйдраннер особенным Настолько впечатляющее видение будущего мог показать только настоящий художник Расскажи все, что помнишь Все Многие меня спрашивают, что я думаю о в скоро выходящем фильме Тенни Вильнёва Ну, не в обиду талантливому режиссёру Скажу, что по крайней мере сейчас до просмотра мне она кажется лишней Все-таки это была законченная история, которой не нужно было продолжение С другой стороны, сейчас уже пошли первые отзывы от посмотревших фильм критиков И все в один голос говорят, что это самое важное событие в кинофантастике за долгие-долгие годы Ну а выпущенные короткометражки от разных режиссёров лично меня очень и очень впечатлили Так что, несмотря на скепсис, я надеюсь на лучшее И, конечно же, пойду на первый сеанс Чего, собственно, и вам желаю Смотрите только хорошее К новому кинофильму мы ещё вернёмся А сегодня я просто хотел поделиться с вами воспоминаниями Если об этом узнают Начнётся настоящая бойня Надеюсь, понравилось Ставьте лайки, если это так Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео И говорите, пишите в комментариях Хотите ли вы, чтобы я вот так вот делился своими воспоминаниями о важных фильмах и в будущем До встречи в новых сюжетах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok